Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Цикл лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема. Первый этап формирования канона Священного Писания Нового Завета. Формирование списка книг, которые с точки зрения Церкви содержат адекватное изложение учения и жизни Господа Иисуса Христа, заняло достаточно продолжительный период. Можно выделить три этапа формирования канона Священного Писания Нового Завета. Первый этап. До 170 года. От этого этапа до нас не сохранились собственно списки книг. И мы можем делать вывод о том, какие книги принимали в качестве особых, священных, богодухновенных, на основании того, как цитируют те или иные книги авторы указанного периода, церковные авторы. Второй этап. От 170 до примерно 300 года по Рождестве Христовым. От этого периода уже сохранились именно списки книг, но среди разных списков, среди разных канонов существуют разночтения, которые представляют определенный интерес. Наконец, третий этап. Это 4-5 века по Рождестве Христовым, когда произошла стабилизация канона. Единый список книг был принят повсеместно. Рассмотрим первый этап формирования канона. Но прежде чем мы перейдем к нему, имеет смысл сказать о том, каков канон в настоящем виде в Русской Православной Церкви, как, впрочем, и в других поместных православных церквах, в католической церкви и в протестантских деноминациях. Имеет смысл сказать об этом в самом начале, потому что, когда мы впоследствии будем обсуждать своеобразность тех или иных списков канона Нового Завета, которые возникали в истории, нам не нужно будет перечислять все входящие в эти списки книги, мы только сможем указать на отличие от нашего современного канона. Современный канон Священного Писания Нового Завета делится на 4 подгруппы или 4 части. Первая часть – это Евангелие. Первое – Евангелие от Матфея. Второе – Евангелие от Марка. Третье – Евангелие от Луки. Четвертое – Евангелие от Иоанна Богослова. Второй раздел – это исторический раздел. Он состоит только из одной книги «Деяний святых апостолов». Третий раздел – это эпистолярные произведения, то есть послания. Обращаю ваше внимание на то, что не совсем корректно говорить о письмах, потому что послание – это особый жанр, и у посланий была определенная структура. В этот третий раздел эпистолярных произведений входят следующие книги. Шестое – послание апостола Якова. Седьмое – первое послание апостола Петра. Восьмое – второе послание апостола Петра. Девятое – первое послание Ана Богослова. Десятое – второе послание Ана Богослова. Одиннадцатое – третье послание Ана Богослова. Двенадцатое – послание апостола Иуды. И вот эти вот семь посланий, одно Иакова, два Петра, три Иоанна Богослова и Иуды, называются обычно соборными посланиями, потому что в них не указан конкретный адресат, а содержание их актуально для всей полноты христианской церкви. Следующие в эпистолярном разделе послания все принадлежат святому апостолу Павлу. 13-е – послание к римлянам, 14-е – первое послание к коринфянам, 15-е – второе послание к коринфянам, 16-е – послание к галатам, 17-е – послание к эфесиным, 18-е – послание к филиппийцам, 19-е – послание к колоссиным, 20-е – первое послание к фессалоникийцам. 21. Второе послание к Вессалоникийцам. 22. Первое послание к Тимофею. 23. Второе послание к Тимофею. 24. Послание к Титу. 25. Послание к Филимону. 26. Послание к Евреям. Последний раздел современного канона Священного Писания Нового Завета это апокалиптический раздел. Книга 27. Откровение святого апостола Иоанна Богослова. Ориентируясь на этот канон, будем излагать материал, связанный с историей формирования данного канона. Первый период, как уже было сказано, до 170 года. А именно 170 годом датируется первый известный церковный канон Священного Писания Нового Завета, называемый также канон Муратори. Но до 170 года, даже если и были такие списки книг, которые считались сакральными, священными, богодухновенными, до нас они не сохранились. Очень важно при этом помнить правила, которые актуализируются очень часто в библейской археологии. Отсутствие свидетельств не есть свидетельство отсутствия. То есть, если до нас не сохранились какие-то списки, которые могли иметь вхождение в 160 году или в 150 году, это не означает, что таких списков не было. А то, что уже была тенденция выделять ряд книг в качестве особых, то, что мы называем каноничные, это как раз и видно из анализа произведений церковных авторов указанного периода до 170 года. Посмотрим некоторых из важных для данного вопроса церковных авторов. У мужей апостольских редко встречаются прямые цитаты из новозаветных текстов. В большинстве случаев это парафразы или аллюзии, которые не всегда легко идентифицировать. А сведения, которые они сообщают о книгах Священного Писания, носят очень общий характер. Следует понимать, что в ряде случаев они могли ссылаться на устное предание Древней Церкви, которое и было зафиксировано в новозаветных книгах. Рассмотрим теперь конкретных мыслителей этого периода. В своем первом послании Коринфянам он приводит цитаты из Ветхого Завета, проводя параллели с текстом новозаветных книг, который он также воспроизводит. Интересно, что ссылки на ветхозаветные произведения он предваряет стандартными для того времени фразами «Писание говорит» и «Графи Леги» или «Написано» – «Гегропте» или «То, что написано» – «То гегроменон». На новозаветный материал он ссылается несколько иначе. Призывает читателей «Вспомните слова Господа Иисуса», когда речь идет о парафразах из Евангелия. И более конкретно, когда он ссылается на послание апостола Павла «Возьмите послание блаженного апостола Павла», говорит он о первом послании к коринфянам святого апостола язычников, что свидетельствует о знакомстве священномученика Климента с данным посланием апостола Павла к коринфской общине. На основании анализа первого послания к коринфянам самого священномученика Климента можно утверждать, что он был знаком, кроме первого послания к коринфянам апостола Павла, также с посланиями к римлянам, галатам, филиппийцам, эфесиным и евреям, а из соборных посланий с посланием Иакова, первым посланием Петра, а также с книгой Деяний апостольских. В «Дедахи», раннехристианское произведение начала II века, полное название которого «Учение Господа, переданное народом через 12 апостолов», приводится текст молитвы «Отче наш», со словами о том, что ее Господь заповедовал в своем Евангелии. Но до конца непонятно, идет ли речь о книге жанра Евангелия, то есть о Евангелии от Матфея, или же данным выражением «Дедахи» ссылается на Евангелие как благую весть, как благую весть, которая сохранилась в церковном устном предании. Если речь идет о Евангелии как о книге, то можно сделать вывод, что автор данного памятника был знаком с Евангелием от Матфея, а также на основании анализа текста можно предположить, был знаком с Евангелием от Иоанна и первым посланием Коринфянам святого апостола Павла. Святитель Папий Иерапольский, годы жизни 70-й и 155-й, либо 165-й. О нем святитель Ириней Леонский сообщает, что тот был, цитата, «слышавшим проповедь апостола Иоанна и дружившим с поликарпом епископом Смирнским». Святитель Папий замечательен тем, что указал на два источника, из которых черпал знания – устное предание ранней церкви и, соответственно, уже первые записанные произведения – послание и Евангелие. В одной из предыдущих лекций мы цитировали Папия Иерапольского, где он говорит о том, что он отдавал предпочтение именно устному преданию. В своем произведении «Толкование слов Господа», от которого сохранились лишь фрагменты, в цитатах других авторов, Папий Иерапольский рассказывает о том, как были написаны Евангелия от Матфея и от Марка. О первом из них он замечает кратко. Матфей записал беседы Иисуса по-еврейски, переводил их кто как мог. О Евангелии от Марка он говорит более подробно. Марк был переводчиком Петра. Он точно записал все, что запомнил, и сказанного, и садейного Господом, но не по порядку, ибо сам не слышал Господа и не ходил с ним. Позднее он сопровождал Петра, который учил, как того требовали обстоятельства, и не собирался слова Христа располагать в порядке. Марк ничуть не погрешил, записывая все так, как он запомнил. Заботился он только о том, чтобы ничего не пропустить и не передать неверно. Из такого внимания святителя Папии Иерапольского к Евангелиям от Матфея и Марка, конечно же, можно сделать вывод, что он их относил к разряду священных, богодухновенных писаний. А из других фрагментов его текстов можно сделать вывод, что он был знаком также с Евангелием от Иоанна, первым посланием Петра, первым посланием Иоанна Богослова и книгой Откровения. Святой мученик Иустин Философ, годы жизни, примерно сотый и 165. Из всех книг Нового Завета явно называют только Евангелие и Откровение. Для Евангелия он использует очень необычное выражение «памятные записки» или можно перевести «воспоминания апостолов». Откровение не цитирует, а лишь атрибутирует его святому апостолу Иоанну Богослову и указывает на тысячелетнее царство, воскресение и суд, как на идеи данного произведения. Татьян, годы жизни, 112-185, ученик святого Иустина Философа, еще находясь в Риме, то есть до 165 года, до мученической кончины своего учителя. Составил произведение, называемое «Виатесарон» от греческого «То виатесарон» согласно четырем. В музыке это термин, который указывает на гармонию четырех тонов. А, соответственно, Татьян назвал «Виатесароном» синхронизацию Евангелий, когда он взял за основу Евангелия от Иоанна и для того, чтобы последовательно изложить евангельскую историю, привлекал тексты трех синаптических Евангелий. То, что мы сегодня иногда называем «согласование» или «синапсис». Поскольку он использует все четыре Евангелия, и только эти четыре, можно сделать вывод, что он не только был с ними знаком, но и рассматривал их как особые священные богодухновенные тексты. Завершить обзор первого этапа формирования канона Нового Завета хотелось бы указанием на канон, который возник не в христианской церкви, возник в среде еретиков, гностиков. Но, вероятно, его возникновение либо способствовало появлению в самой церкви таких вот списков, либо придало значение уже имеющимся церковным спискам. Речь идет о каноне Маркиона, о котором мы подробно говорили в одной из предыдущих лекций. Маркион отвергал книги Ветхого Завета, а из Нового Завета принимал только то, что связано с апостолом Павлом, Евангелия от Луки и, соответственно, 10 посланий апостола Павла, 9 к церквам и 1 к Филимону. И вот этот вот канон Маркиона, который до нас сохранился, возникший в еретической среде, безусловно, способствовал тому, что в христианской среде обратили внимание на вопрос канона. Поскольку годы жизни Маркиона с 85 до 160, то и канон был им составлен до 160 года по Рождестве Христово. А сохранившийся, дошедший до нас самый ранний церковный канон датируется 170, но это не означает, что других канонов в церкви тогда не было, возможно, они до нас просто не сохранились. А о сохранившихся канонах мы с вами поговорим в следующей лекции. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok